Как вы, наверное, знаете, на стримах я не особо люблю играть в пати, но сегодня можно, думаю, попробовать, поэтому залетайте по ссылке в описании на твич и ожидайте стрима. В этом ролике несколько частей видео, несколько жалоб и один список. Что он себе таит, непонятно. Посмотрим видео. Я не понял. Я только зашёл, отвечаю. Ну, в Дискорд можешь посмотреть. Еблан. Я там двоечку в чате главное написал. Я хочу стать шефом полюции. Я шеф полюции. Привет, не хочешь зарядить меня? Я на общаге на пятом этаже. Самая крайняя комната. Я жду тебя. Я жду тебя, приходи в центр. Кому ты деньги заработаешь? Так ты тоже заработаешь. У меня тут фул маники, прям фулловые. Да не, не хочу. Что не хочешь? Зарейдит меня. Что зарейдит меня? Боже, хороший, господин. Иди в центр. Иди в центр и сделай поважнее. Позвонит, сказать, у меня маники фулловые. Давай, иди сюда, блядь. Выставлять свою крем деятельность на показ тоже запрещено. Что мне, блядь? Ради одного маника вот так вот корячится. Выёбнули совсем. У меня маники фулл вкачаны, блядь. Вот он ради чего звонил, пацаны. Смотрите. Увлекательный геймплей, Дарк РП, ребята. Это РП, это РП. Позвоните. Приходи меня рейдить, у меня маники вкачаны. Пиздец, просто. Он реально этого добивался? Пиздец, вот это увлекательный геймплей. Я вот за это прям не обожаю Дарк РП. Я как будто заре на драку трёх умственно отсталых челиков. Ура, победа, он хоть кого-то забрал. Ты полицейским звонишь и говоришь, чтоб тебя пришли зарейдили, потому что у тебя маники, это нарушает правила. Сука, какой я долбай, ёб. Ладно. Вы бездарей, блядь, может работать начнёте, пиздец. Наши, окажем, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукавого. Ура, 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 ура. Некоторые у меня ввелись, но я попробую их все продублировать. Вот, если чё, вы можете тоже такие взять из записания. Это первый, это я уже активировал. Потом идёт у нас второй на косарь. И третий, видимо, у меня тоже балансница на косарь. Да, зашибись. Но, есть нюанс, ребят, смотрите, у меня отыграно сколько? 11 часов. Там вроде часа 2-3, даже часа достаточно отыграть, чтобы промокоды у вас активировали. Вот, такие дела. Но я пока без привилегий буду. Чё бы такого мне сделать, пакосного, а? Войс включать нельзя, значит, я буду писать только текст там, пацаны. Играя здесь, я уже привык, то что профессия легиона это 50 на 50, либо гос, либо бандиты. Я смотрю, чел стоит возле квартиры, и я думал, что он хочет её зарейдить. Ну, я и предложил зарейдить. На самом деле, абсолютно сломанная говнопрофа, которую нельзя арестовать, и ничего с ней не сделаешь, кроме как наказать за нарушение правил сервака, либо уволить. Приедем. Чё рейдим? Пошёл нахуй таким-то и мы. Пошёл сам нахуй. Недо ебаная. Ты думаешь, стоять передо мной на коленях, блбоёк. Выглядок. Знаете, такое прекрасное правило, как оскорбление родителей. На самом деле, мне кажется, что это абсолютно какая-то нелепая хуета, а не правило, которое не должно существовать на Дарк РП, но я нашёл, как его обойти. Предупреждаю, сработает не на каждом серваке, потому что разные люди имеют разную степень обидчивости. Сын спидозного шприца. Терпел, что-то донатер на Легионе. Потом я решил стать бездомным на какое-то время и немножечко похулиганить, но меня очень быстро приструнили, и я оказался в местах не столь отдалённых. Решил я в этой тюрьме подсуетить балаган и устроить сцену из типичного российского сериала про тюрьму. Говна тюрьму. На вокзал иди. Мелкое хулиганство. Да я там кучу отложил, такую добрую, блядь, какое мелкое хулиганство. Я тебя найду, дал. Не найдёшь, ты будешь под шконкой сидеть. Батя твоя будет под шконкой сидеть, пидарок. А это уже, ребята, реальное оскорбление родителей, которое карается наказанием. Да, мне не нравится это правило, но раз оно существует в сводке, то почему бы им не попользоваться? Ну че, ты не передумал ещё? Сосать. Папе своё посвящение, я тебе должен. Ого, блядь. За это отвечает у отчима. Сын спидозной иглы. Порезка, дамка у меня есть. На тебя жалобы тоже самое. Он дамку показать мог. Вообще жалобы сейчас на тебя идёт. На какую причину? Он сказал, чтобы либо мой отчим, либо батя сосал. Нет, ты сказал то, что ты, то, что я сейчас даже посмотрю. А я его хотел всего лишь ПРП опустить. И в ответ назвал его сыном спидозной иглы. А я, а я ничего тебе про тебя не говорю. Тем более про Райд. Да? То есть мне послышалось. У тебя дамка есть? Садемонстрация экрана есть, можем посмотреть. Если посмотреть, то что оно окно. То есть мне послышалось. То есть мне послышалось. Ну давай, сука, скажи, что мне послышалось, давай. У меня есть замок. Пусть покажет. Пройдём в лайф первый все и посмотрите. Что? Ещё раз несу. В лайф первый все. Сойдём. Посмотрим. А дискорд сервер? Где взять? Тебя в 4 нажимаешь и там значок дискорда будет. Список сук у меня готовятся, пацаны. Ты оскорбил, считай, так же, как и он тебя. Я, конечно, понимаю, что есть много людей, которые хотят новую часть умного дома. Но и вы меня поймите, эта идея требует огромной фантазии, если говорить о реализации. Ну нельзя просто накидать пропов и поставить слэмок. Нужна, понимаете, концепция, красивый визуал и очень много подсчётов. Куда, что и как поставить, чтобы всё это работало. Я думаю, что это всё очень и очень непросто, поэтому я решил подумать над новыми рубриками на канале. Я нашёл очень много вариантов с помощью приложения Яндекс с Алисой. Алиса, давай придумаем темы для ролика по игре Гаррисмон. ТОП 10 необычных и креативных карт в Гаррисмод. Создание собственного оружия в Гаррисмоде. От А до Я. Ну вот, несколько крутых идей, на основе которых можно будет сделать новый ролик. Темы для видео достаточно сносные, поэтому потенциально ожидайте их на канале. А пока попробуй Яндекс с Алисой по ссылке в описании. ВСМ Ну разве подобающее это писать? Я ответил ему. Он начал про родителей говорить. А я про родителей не слова. А сын спидон и там дальше. Короче, понял. Как игла может быть родителем, сам подумай. Ты сказал спидон? Ну просто теоретически. Никак. Ты сказал сын спидон и... Ееееее. Только я это сказал один, в ответ на твои упом родных. Так ты первым начал говорить. Сказал прямо не указав на твоих родителей как таковых. Так нет. Ты сказал, чтобы мой отец пососал у меня. Нет, я такого не говорил. И тогда я ответил. Есть демонстрация экрана? Бля, чё? Утверждающая, что я это сказал. Ты только что ее показал. Почему-то там слышно только тебя. Ааа. Оказывается, этот Гондон хотел обмануть администратора, показав демку, где его абсолютно не слышно. И создается впечатление, что будто он ни с кем не говорит, и только ему говорят оскорбления. Нужно быть охуеть каким тупым, чтобы в 23-м году думать, что такое или же подобное этому прокатит. Ну а мы, естественно, админу доказываем обратное, и получается так, что мы не виноваты. Оскорбления родных прямого нету, а вот он это допустил, а также пытался обмануть админа. В смысле только меня? В смысле только меня. То есть я сидел по-твоему, просто так сыпал оскорбления без ответа. Можешь мне сказать, что ты изначально, когда вы вместе сели? Я подселил в тюрьму и начал говорить, кто сейчас тут попуском станет моим. Он сказал, что мой отец или отчим будет это делать. И тогда я сказал, что он сын спидозной иглы. Нихуя. А он что, демку свой голос вырезал, что ли, да? То-то я думаю, что там так долго они смотрели, да? Я, если и оскорблял, то именно его в РП процессе, а не приплетал родных. На это я и жалуюсь. И на демке он ничего не говорил. По его демке нет, он ничего не сказал. Интересно. Интересно, ребята. Я только услышал в Войс Мод тогда, когда он начал говорить. Здесь как бы за пацана 15-летнего в Искорде у него голос, ну, 12-13 лет. Интересно, блядь, интересно. С помощью демки наебать админа. Ты видишь на демке, когда он показывал, чтобы его ник показывался справа. Раз как по-моему, я... Обманывать нехорошо. Ну вот, как по-твоему, я обманываю. У тебя есть твоя, чтобы ты доказал? Папе своему посещению, я тебе должен. Про чем тут папа, про чем тут отчим, я так и не понял. Махинации. Обман администратора. Ну давай форму. Смысл? Я его забаню, все. От твоего имени. Тебя не правил, я чуть-чуть тебя не правил. Наконец-то ты понял, что он пиздит. А что, в чем имен? Ава-ва-вхо-вхо-вхо-вхо. Ты вообще его не получилось наебать, да. Себя наебил, дебил. В каком именно я обманул? Успокойся. Балился сразу. И это все кончено, еллась. Иди, успокойся. А что он несет? Зачем ты провоцируешься на обычные высказывания? Данного человека. Вот так же и было. А я уже молчу. Ведь интернете все это высказывания, и я провоцируешься. Бизет, такого не было. Я так не говорю. Ага, правила махинации так не думает. Каких махинаций? Ты мне можешь обосновать? Именно каких махинаций? Контру придумал. Вайсмод включил не даю. И что такое? А вайсмод мне запрещен. Хорошо, ладно, давай я сам. у него махинации ассар что вердикт администратора обосновать если захочешь пиши тикет что если что-то не нравится пишите уже ничего спасибо админ хуесос мелкий на четыре дня улетел не хуй было родных оскорблять просто так что тебя просила не могу понять сын ебаный спидозной иглы пиздец ты мою маму оскорбил пиздец у тебя мама игла что ли подтвердил что он пробирочный или кого переиграл и уничтожил но да ладно чуть-чуть поиграли за госпрофессию теперь можем переместиться на разборке помните того чела на регионе которому я сказал чей он сын правильно шприца шприц не может иметь потомство но он подумал что это оскорбление родных немного потом на другой жалобе администратор наборной сказал что это не является оскорблением родных потому что прямо я их не упоминаю и вот меня тэпают на жалобу и она начинается с того что мне выдает первое предупреждение за неадекватное поведение и перебивание когда я просто пишу в чат в смысле есть вполне себе весомый аргумент на эту претензию то что шприц или же игла или же другой неодушевленный предмет не может дать потомство вы понимаете на вот насколько ебанута эта игра этот режим что людям нужно объяснять такие базовые вещи а теперь ребята запоминайте если админ все-таки по какому-то счастью решил что это оскорбление родных то он либо а пробирочный либо б наглухо отбитый ебанат с которым невозможно выстраивать диалог ибо он не воспринимает никакую информацию затем меня выкидывают в бан но срок там не совпадает с тем что написан в правилах и меня в итоге должны как бы перебанить по-хорошему но но есть такая функция как платный разбан я за деньги с промокода покупаю себе разбан и вроде бы я должен просто пойти и играть дальше но нет ребята смотрим видео на тебя жалоба по причине осара точнее оскорбление родных сразу устанавливаю правил одного микрофона будешь кого-то перебивать либо тебя будут перебивать первое предупреждение смотри объясню как рассказал данный молодой человек который подал на тебя жалобу тебя ударил священник без слов ты приходишь к нему достаешь пистолет расстреливаешь его и когда он уже мертвый ты говоришь и пить точнее пишешь в чат сын дерьма это правда так и это нарушение правила осара оскорбление родных и упоминание ты знаешь верно а где я сказала его родных ты в чате написал я даже логику в чем прикол чата чекнуть если я не ошибаюсь сейчас ну окей только покажи что показать что покажи где я сказала его родителям именно строчку прям ну в чате посмотри что ты писал ама папа звездочка оск звездочка вот так типа ты убил логически подумай как может кал дать потомство в любом случае это будет считаться как асар и обалить себя на 10 минут каким образом это оказывается оскорбление родных вот я уже приобрел разбан за это наказание все я должен пойти поиграть но нет другой администратор так не считает потому что он решил мне перевыдать наказание и я должен был бы по его мнению отсидеть его полностью а сейчас меня за что на день забанили блять этот пиздец интересно получилось я купил разбан и мне надо снова покупать разбан даже если меня перебанили по ошибке с первой жалобы у админа уже начинала свистеть фляга а именно с того момента когда он только-только в начале жалобы уже выкинул мне одно предупреждение за то что я просто написал в смысле в чат ну ебануты согласитесь в общем план на жалобу у них такой провести вторую жалобу также раскидываем ни одному предупреждения и в случае чего снова меня забанить например на день а то и больше и это я еще не говорил про донатного куратора который меня второй раз перебанил просто так смотри он подает жалобу на то что ты именно уже не священнику а именно ему сказал то что он сын я не хочу говорить никого в общем опять нарушив правила осар шприца да 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 это в любом случае упоминание родных а как может быть шприц смотри я объясню когда ты говоришь что вот ты сын и оскорбление даже не важно что ты там скажешь это в любом будет случае упоминание родных правила осар почитай его пожалуйста сейчас мне нужно опять какого-то администрация пищи ранее ооо кенни кенни там по сару можно ооо можно как то упомянуть родных это не будет считаться осаром потому что там написано оскорбление или упоминание родителей в плохом ключе ну типа да все если там пожелать здоровья я думаю что ничего не будет но это да в плохом ключе поэтому я считаю что если есть норфи на сервере я ему же напишу отмечать что он забанил норфи нет норфи нет там уже типа попроси который к тебе прилетал только я его забанил уже на сутки а не на день а райс 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 ребят а когда легион на ровном месте оскорбляет госа легион это и гос и криминал потому что он оскорбил госа это не номер я тебя послал подожди стой дайте расскажу я тебя послал потому что ты говоришь давай зарейдим моих друзей к которым я пришел я тебя за это послал а ты уже начал меня оскорблять потому что он мне говорит давай зарейдим моих друзей пока в законах не будетип throttle что легион это гос по факту ты его первое спровоцировал потому что пока в законах не написано что легион это гос что учущего он криминал и по факту ты криминал говорит что Криминал пошел и вместе с тобой зарейдим у их же друзей ну вот и разу а если его проехал то есть открыто степени покрывательства Я говорю, что чел просто так первый вкинул оскорбление без причины. И он говорит, да ты самого спровоцировал на оскорбление. Просто по такой логике я могу чела увидеть какого-то с оружием, взять его обыскать и после обыска заковать в наручники и за РДМ. Меня спросят, за что ты это сделал? Он меня спровоцировал, я видел у него оружие, вот и все. Еще у легиона будет нон-РП из-за того, что он пользуется привилегиями своей профессии, а именно тем, что его нельзя заарестить, если он делает какие-то противоправные вещи. То есть он на подсознательном уровне понимает то, что ему за это ничего абсолютно не будет в плане РП, ну типа ареста, да, его никто не может заковать, арестовать и так далее. Максимум можно уволить, либо забанить за нарушение правил сервака. А увольнять за что? За некомпетентность? Нет, так он же не босс. Он тебя в ответил. Поэтому в чем нон-РП из-за? Он же не подошел и просто так тебя не послал, а он послал тебя за дело. Ты хотел его друзей зарейдить. А ему так его и не надо. Так это провокация. Госса, ты сам сказал. Ну смотри, ко мне подходит какой-то ненормальный полицейский и начинает говорить, пошли за рейдем, пошли за рейдем. Смотри, это будет провокация Госса. Если бы он тебя подошел и спровоцировал бы на ровном месте, без каких-либо объяснений, он бы просто тебя подошел, послал. Он послал тебя только в ответ. Можно сказать, ты его спровоцировал, он тебя в ответ. В чем здесь будет? Нет, сейчас давай, короче, я попрошу Азмина, чтобы он выше ранга меня. Я спрашиваю у него. Слышишь, а ты какого ранга? О, вот, вот, Райс. Здорово. Короче, как выяснилось, у него опять ОСАР, поэтому его нужно забанить опять на день. Но тут вопрос у меня есть еще другой. Была ситуация, он играл за легиона, и в законах, как я понимаю, не было прописано, что он Госс. То есть, по факту, в регион криминал. А, было? Было. Смотри, сходит к нему Тупореско и говорит, давай зарейдим, типа, его друзей. И он посылает Тупореско. Я даже сейчас на скрине. Тупореско говорит, что это провокация, и у него нон-РП. Сейчас, подожди, да я на скрине чекну, было ли в закон. Не было. Тупореско, ты можешь у Райса спросить? Это вот выше меня админ. Нет, в законах такого не было. Райс. В законах не было, да. А ты мне 500-Р на балик вернешь за то, что я лишний раз разбанился? Нет. Ну, то есть, формально, донатный админ меня заскамил на еще один разбан. И он, как бы, понимает это, но ничего с этим делать не будет и не хочет. Нет, я понимаю, бан был немножечко по ошибке выдан, потому что там срок был 10 минут, а надо сутки. Но, ребят, за любые сроки абсолютно бана, разбан по сумме выходит один и тот же. То есть, он в теории уже видел то, что я откупился от этого наказания, и второй раз одно и то же наказание за одну и ту же жалобу, ну, выдавать как-то странновато. Но ему похуй. Тем более, он забанил какого-то обычного юзера. Че ему за это будет, да? Я же тебя заворушил, я забанил, почему я тебя должен возвращать? Ты меня забанил. Ну да. Но я уже, считай, откупился от бана того. Ну, молодец. И сейчас ты еще раз в бану летаешь. Ну, значит, ты меня второй раз просто так закинул. В смысле, второй раз? Я тебя первый раз забанил таком. Почему? Какой второй раз? Ну, когда снял бан и перевыдал. Так, смотри, как ты откупился? Смысл давать его, если я откупился? Ну, и можно объясню, как я понял? Он говорит, что когда я его по ошибке забанил, он откупился. Ну, каким образом ты откупился? Я же. Ты был за гражданина тогда? Ну, это, получается, администрация совершила ошибку с его стороны. Я просто помог, он вас разбавил по причине ошибки и забавил вас на правильный срок. Сейчас выходит то, что мне говорит, он подает жалобу и говорит, что он оскорбил. Давайте к жалобе вернемся, а не к тому, что там вот он потерял эти 500 рублей. Уже откупился. Окей, будет ли нарушение в том, что по факту верно, что когда Легион не прописан в законах, что он гос, это криминал? По факту четкого правила об этом нет. Нет, подожди, стой. Охуенно. Если в законах не прописано, то по личной инициативе я могу быть и госом, и криминалом. Да, но если в законах, ну, если мэр в законах пишет, то получается я, ну... Я надеюсь, все понимают прекрасно то, что они в этом фрагменте подтвердили, что они обули челика на 500 рублей. Да, это бонусные деньги, никто их не вкладывал прямо с кошелька, но все же... А теперь покрывать этого долбоеба на Легионе начнет еще и донатный куратор. Четкий гос, ну, это подтверждает то, что я могу управлять фибяями. Да, и подходит вот этот человек к нему и говорит ему же, пойдемте, зарейдим. Я не знаю, как он ему точно сказал, но как мне объяснили, тупорезка говорил ему, чтобы они вместе пошли, зарейдили его друзей. Он послал тупорезку... Я спрашиваю, рейдим. Вот, вот, да. И он послал тупорезку, и тупорезка говорит, что у него провокации и номер 5. Чего? Но он оскорбляет госа намеренно. Видишь, что это гос. Ну, по сути, я могу знать, что ты гос, только по форме твоей. И то, ну, ты мог ее украсть. Или быть под маскировкой какой-либо. Ах и вахвыховых? Тогда можно любых госов оскать, объясняя так, что он якобы под маскировка. Нет, я нажил. Этот заскамил меня на 500 рублей. Кому он этот вопрос задал? Можно любых госов оскать, объясняя так, что он якобы под маскировка. Так госслужащий может предъявить удостоверение и установить свою личность. Мне интересно, кому он этот вопрос задает. Ну, я ничего такого не успел сделать, а просто подошел и спросил. Мне сейчас больше не интересует испорить, а вопрос задать. Райс, будет ли нарушение нон-РП за то, что тупорезка подошел вот к нему и сказал просто рейдим, а он послал тупорезку. Будет ли здесь нон-РП за провокацию? Провокация кого? ГОСО, БЛЯ! Не будет, потому что откуда он знает, что это гос. Типа, под маскировкой же. У него ж на любой не написано, что это фиби. Можно любых госов оскать, объясняя так, что он якобы под маскировка. Он был за шефа полиции. И без маскировки. То есть у вас правило нон-РП не работает. По факту это РП-разборка, то есть вы можете пойти к мэру и подать на него, получается, увольнение. В смысле? Но если бы я тебя оскорбил, ты вполне мог меня арестователь уже уволит за некомпетент. Это же нон-РП по-хорошему. Это относится криппу разборки. Легионы нельзя арестовать. Ну, я же еще не сказал. Если меня нельзя арестовать, ты можешь спокойно сделать голосование на мое увольнение за некомпетент. Некомпетентность. Чего ты не сделал? Но это же нарушает нон-РП. Когда я за госов так. Это разборка еще раз повторяю. Ну, тебе рай, ты же наборка, да? Он видит по закону. Можешь не летать, отвлекаешь. Что оск Госса? Карается арестом. Ну, тебе наборный вроде как говорит то, что... Ты все равно это делаешь. Подожди. По факту оск Госса... Ожидая каких-то действий. Это не особо оск. То есть не является, скрытым, получается, посланием до оску. Это является... Ага. Что это? Что это? Пожелание пройти куда-то? Алё, да. Провокация. То есть, точнее, неадекватное поведение за госслужащего. Соответственно, можете подать на него... Получается увольнение за некомпетентность. Он мне серьезно сидит, рассказывает о том, что я мог его просто уволить за некомпетентность и неадекватное поведение. Когда он на тот момент госом не являлся, потому что мэр этого не прописал. А еблан справа завороженный думает, что это все-таки наборка пришла разбираться. Питер, вы разбор. Это по пути умышается. То есть, я его могу, мента, послать нахуй, и меня за это нельзя будет арестовать? Разрешение на высоту есть? Фу, блядь, уебище. Я могу мента послать нахуй, и это не будет на НРП? Ну, если с какой-то причиной, хотя бы какой-то обословленный, просто посходить к мету, типа, идешь такой и послать его. Ну так, нет, 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 просто пошлю его нахуй. Ну, в диалоге, да и все. Ну, мне перехотелось с ним говорить, я скажу, иди нахуй, пойду по своим делам. Уродец, ебаный, разрешение на войсмод есть, блядь. Ха-ха-ха, пиздец. Тварь, блядь. Ну, я просто, ну, устану говорить с ним, я скажу, иди нахуй. Вот с тобой, например, устану, и, говорит, скажу, иди нахуй. Ну, как я не госслужащий, я могу тебя в ответ послать и тоже идти по своим делам. Топует на НРП. Я не знаю, как ты до этого звания дослужил, Саша, ты на этом серваке админишь. Это оскорбительное поведение в сторону госа. А ты это покрываешь. Угу, все. Тишина нахуй. Ха-ха, пиздец. С этого момента этот долбоеб не произносит ни слова, немного потом он просто пропадает с сервака и не заходит, даже когда ему пишут наборное. А еще мне админ рассказывает, что игрок любой на этом серваке может быть чисто теоретически, а с сыном либо говна, либо иглы. Пиздец. Выебать больные. Что-что? Я говорю, что ты мне на серьезе утверждаешь, что игрок какой-то, вот которому я что-то скажу, может быть сыном говна. То есть у говна может быть потомство, и у иглы тоже. Я не утверждаю, что это может быть. Я тебе говорю, что ты нарушаешь эти правила усар, упоминая его родных в плохом смысле. Так, каким образом? Ну, сова, сын и оскорбление, неважно, что ты скажешь после сова. Сын, сын иглы. Сын иглы. Ну, блядь. Игла это родитель чей-то или что? Назови мне хотя бы один пример, где игла чей-то родитель. По факту ты его отца оскорбляешь этим совом. Каким наху образом? Ну, подожди, стой. Ну, ты хочешь сказать, что ты просто сказал, ну, обычно иглы что? Спид-дозные иглы, какая разница? То есть, спид дает возможность нести потомство игле? Вы что, ебнутые? За что ты вообще разговариваешь? А без войсмода можно? А еще что-то по факту этого разговора можно? Кроме обосранных вопросов про войсмод. С тем войсмодом я разберусь только после ситуации. Опять же, как мне, объясню человеку. У него даже скрин есть, там где-то я оскорбил родных. Упомянул. Ну, я не сказал, что конкретно родители чьи-то, такие-то, такие-то. Я не сказал-то, что родители чьи-то вот такие плохие и так далее. Я сказал, что он просто сын спид-дозной иглы. Это же самое нелогичное оскорбление, которому можно придраться. Ну, ты сам говоришь, что это самое нелогичное оскорбление. То есть, ты сам говоришь, что это оскорбление. Могу с этого притворчать. Я говорю так, как удобно тебе, я просто сказал так, как тебе удобно, что это якобы оскорбление. Ты так хочешь считать? Сын спидозной иглы, ну вот что это по-твоему тогда? Какое оскорбление? Ты думаешь, я тебя сейчас оскорбил? Ну смотри, стой, стой, стой. Можно слово тогда? Ну ты хочешь узнать, почему это считается оскорблением, да? Ты мне в состоянии объяснить, почему это считается оскорблением? Ну, предположить, могу. Ты же не в состоянии даже правила прочитать. О чем речь? Зачем сразу оскорблять? Я не оскорбляю, что ты такой ранимый, я не могу понять. Тебе что не скажешь, что ты сразу оскорблением занимаешь? Ну, как-то ранит меня то, что кто-то какой-то чел. Закаляйся, значит. Скрипача, наверное, или сам скрипач такой. Что? Ну если скрипач, то второй раз в ролике получается, наверное... Неадекват на разборках. Где? В каком месте неадекват на разборках, я не могу понять, что? Я начну. Я в начале жалобы установил правила одного микрофона. И каждый раз, когда ты кого-то перебивал, я вот на предупреждение по одному. Ты можешь чекнуть чат. И вот сейчас, когда ты прямо сейчас меня перебил, когда ты перебил чувака красной изолентой, и вот у тебя третий пред. Третий пред – это уже неадекватная разборка. А ты вместо того, чтобы на эту жалобу повлиять голосом, ты сидишь в крысу, просто записываешь в чатик преда, и потом говоришь неадекват у того-то, у того-то. Ты же в принципе беззубый администратор, который никак не может жалобу вести. О чем речь? Ты мог ее вести только тогда, когда я в войс-чат ничего не говорил. Когда ты не говорил в ваш чат, ты хотя бы, как по мне, не перебивал никого. Как ты врубил в мой чат, ты начал перебивать. Потому что очень трудно не перебивать текстовый чат. Я слежу за жалобой, чтобы вести адекватно, и никто никого не перебивал. Как ты адекватно ведешь жалобу, если ты считаешь, что сын шприца или иглы – это оскорбление? Если ты реально считаешь, что у шприца или иглы может быть потомство? Ну, ты как можешь считать, что ты жалобу адекватно ведешь после этого? Я считаю, это правило. То есть в правилах прямо прописано, что если ты говоришь, что чел, условно, сын иглы, то это реально, ну вот оно так, там методичка по биологии лежит в правилах где-то, ну скажи, я найду. Но я не сказал то, что конкретно родные челы. А ты в оскорбительной форме оскорбил его. Ну, каким образом? Спорить я... Подожди, подождите, подождите, смысл спорить с тобой я больше не имею. Выявили у тебя нарушение неадекват и ОСАР. Алло, Райс, ты здесь? Алло, Райс, ты здесь? То я же говорю неадекват и ОСАР. Райс, ОСАР и ОСАД. ОСАР. А ОСАДМ, а где оскорбление админа ты увидел? Вот мне интересно очень. Перефразировать твои слова? Ой, перефразировать. Перескать твои слова? Ну, перескажи, скажи конкретно, кого я тут оскорбил из админов. Ты стоишь, начинаешь говорить что-то и в моменте, когда ты говоришь, типа, без зуба админ не может ничего. И в крысу пишет в чат. Ну, без зуба админ, который просто тихонечко в чат пишет и наблюдает за всем этим. Где тут оскорбление? Ну, в данной ситуации я подниматься с этим и не хочу. У меня это никак не оскорбило, это просто его личность. Если он так считает, то пускай считает дальше. Я не хочу просто, чтобы никто никого не перебивал, поэтому у вас между собой пока проходит разборка, я просто в моменте объясняю что да как. Мы выявили у тебя во время разборки два нарушения. Сейчас позову от меня поставь, чтобы я тебя забарю. Вопросительный знак. Что-то, Сара, ну, про спидозную иглу, по сути, ну, мое предположение, как я считаю. Вполне, блядь же, в шприц спидозный, нахуй, можно накачать сперму и влить в какую-нибудь женщину. Вполне, сын спидозный, шприца. Скажи мне, пожалуйста, ты слышишь мои слова или нет? Так я слышу, ты бред какой-то несешь, ты пытаешься объяснить то, как можно от шприца залететь, блядь, я не знаю, откуда ты это знаешь, на самом деле. Видимо, я не ошибся, когда это написал. Прямо бы выявились два нарушения, это я ему дал три преда у него неадекват и ОСАР. Как я понимаю, у него есть крым. И, смотри, мы сейчас, можно сказать, спорим на тему, когда Тупореско сказал ему, цитирую Саван, пытаюсь оскорбить то, что он сын спидозного шприца. Я говорю, что тут ОСАР. Здесь будет оскорбление родных? Я уже такое разбирал, там не было нарушения. То, что он вот так оскорбил, здесь не будет оскорбления родных, верно? Извдец. Я уже разбирал такую тему, там не будет нарушения. Да, они душ отсидят, хуйню несут какую-то, понимаешь? Типа, я сказал, что чел сын дерьма, блядь, и он мне утверждал, что реально от кала можно получить потомство, это первое. От шприца и от иглы спидозных тоже можно. Этот сейчас реально об этом начал рассуждать всерьез. Я тебя не понимаю, что ты говоришь. А сейчас, понимаешь, сейчас, вот я говорю. Типа, разрешение вообще есть? Бери, сказал, вообще нет. Да не ругайся, есть у меня разрешение. А смотри, какое нарушение? Типа, короче, я хочу это объяснить, это, я за мента подошел к нему, спросил, рыдим или нет квартиру. А я не знаю, он за госов, не за госов. Он просто меня нахуй посылает и все. И мы начинаем с этого конфликта. Я сказал, что он сын спидозного шприца или что-то в таком духе, он ущемился. Вот, потом подал жалобу. Мне вот интересно, а то, что он госа оскорбляет, это не нон-рп разве? Мне админ сказал. Он как бы сам гос и сам, как бы сам гос. Ну, Райс был на жалобе и почему-то Райс просто вышел и он доказывал тупо резки, то, что... А пострался просто. Ну, то есть нарушение. Ну, я казалось. Потому что, потому что Райс испугался, я тоже понял. Райс, кстати, обосранный. Он у вас скамит на разбанчике. Он видел, что я откупился от бана уже, купил разбан. И он все равно еще один сверху выдал на сутки, типа, по ошибке. А он снял его потом, нет? Нет, я второй разбан тоже купил. Я попросил, говорю, а как это решать будем? Слушай, я говорю, вот, но меня забанили, да, там, на 10 минут, хотя должны были по срокам на сутки. Но я как бы откупился, и ты увидел это. И ты мне после этого все равно выдаешь бан на сутки по той же самой причине, по той же самой жалобе. И мне с этим что делать? Ничего. Я откупился, я говорю, слушай, ну ты тогда верните 500 рублей каким-то образом, не знаю, донатом, еще чем-то. Он сказал, нет. И он ливнул потом обосранный. А тебе тикет напиши на него. Да я не тикет напишу, я прям к руководству пойду. А, ну ладно. Ну так вот, ближе к жалобе. Ну ты мне объясняешь, тут нет оскорбления родных, у него выходят неадекватные жалобы тогда. Я ему три преда давал, как вот. А ничего, что мы дискутировали насчет того, что может ли быть шприц или игла потомством или нет? Или ты вообще жопой слушал? Да, этого, что было, когда еще рай здесь стоял, ты много раз перебивал. Я тебе все три преда тогда выдаю. Так и ты тоже тогда перебивал, получается, если пересмотреть демки. Ну ты тоже, тогда у всех тут неадекватно. А тут все перебивали, понимаешь? Ты просто преды только мне одному раздавал. Вот в этом прикол. Кстати, я тут вообще нисколько не преувеличиваю. Заметьте, то, что я один, единственный на всей этой жалобе из всех участвующих получал предупреждение. Я даже только-только на самой первой жалобе оказался, я уже получил пред. Кенни, прости его просто. Кого еще можно, кому тут раздавать-то можно еще? Так всем, кто разговаривал поперек. Всем, кто разговаривал поперек. Как будто я один говорил поперек всему серваку, а вы стояли вдвоем молчали. Ты просто дал это правило одного микрофона, чтобы мне предупреждение выписывать, а не остальным. Кенни, прости его, просто я закрываю ЖБ. Он ЖБ закрыл. Ладно, не турный себя тогда. Так, а ну НРП будет, если человек вот так вот ГОСа оскорбляет, Легионом будучи? Там уже тогда вот этот удар шайза спрашивает, а я пошел. Если да, я выдам себе. Там прикол в том, что это. Легион же тоже считай себя мусором. Не-не-не-не, он в тот момент по законам не был прописан как ГОС. И я как бы об этом не знал. Я думал то, что ну может быть ГОС? Окей. Если не ГОС, то ладно. Я просто подхожу, спрашиваю, рейдим? Он начинает меня нахуй посылать. Кстати, вот этот вот чел, который ливнул обосранный. Он мне сказал, что можно посылать вообще-то полицейского нахуй. И это не будет на НРП. Он говорит, для этого типа причина нужна. На ровном месте ты его послать не можешь? Я говорю, а если мне с ним надоест разговаривать? Я скажу, иди нахуй. И все, я пойду по своим делам. Это же тоже на НРП не будет. В смысле, будет. Он ебнутый у вас какой-то. Он правил даже не знает. Как он до СТ-куратора дошел, я вообще хуй знаю. Каким местом? Ага, понятно. Так это не наборный был даже? И у нас есть, допустим, вот в облачке. Это рудка. Он купался. Вот Райс, это донатный или набор? Я посмотрел, это донатный, получается, Райс СТ-куратор, да? Это донатный СТ-куратор. А что он съебался-то? Может он зайти? У меня претензия к нему. Не, я понимаю, как бы я с воздуха получил деньги эти с промокода, но как бы все равно неприятно, что вот из-за упертости чела я просто проебал пятихатку. Сейчас я напишу высшим силам, стоящим людям. А тут уже да ребят доперло, и они просто-напросто обосрались. Тот куратор донатный, который ливнул, он понял это сразу, и он просто решил ливнуть, думая, что ничего после этого не будет. Вот сколько бы я роликов не записал бы под РКРП, мне всегда было интересно, чем вот думают существа, которые у меня в роликах попадаются, которые берут себе там какую-нибудь донатную админку, модерку, кураторку, а то и выше что-нибудь. Вот чем они думают, когда они это берут, не разбирая нормально жалобы, не читая нормально правила. Они же, блядь, читать не в состоянии, какие им нахуй админ жалобы. Вот оно лицемерие высшего разряда в ДРКРП. Мы вот такие вот донатные червячки, дети шлюх, будем душить челика жалобами за типа оскорбления родных, где никакого оскорбления родных не было. И в моменте, когда он будет пытаться что-то говорить, будем стакать ему предупреждение неадекватности. Но как только мы узнаем, что это челик Медейка, то мы сразу же ему все простим и будем очень дружелюбными, говорить про ролики, думая, что это нас спасет. Какие же конченые хуесосы? Это все, что вам нужно знать о комьюнити этого режима, ребята. Не все, конечно, игроки, но поскольку их большинство, иначе бы видео у меня не выходили, вам, думаю, это пригодится. А, ну и, конечно, после выхода ролика тебя будут хуесосить игроки того же сервака. И все, что ты сможешь сказать, то что это Медейка, хуйня, и ему просто подлизывают админы. Все такие добрые становятся, которые просто куча видят, все сразу признают. Да, и ты сразу по штанам должен кого-то. Неправда, неправда. Он тебя простил. Я бы забанил бы всех из себя тоже. Да, да, забанил бы он. Так я же разбирал уже ступорецку, и то, что, короче, про вот этот спинский спинский дождь, ну, как его, блядь. Не шлюхи, ни в коем случае родителей не оставляют. Да, ты, а 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 ты, от, от иглы, от иглы. Да, да, там не было нарушения, я же разбирал уже это. А где он? Он вышел, жал бы. Он ушел. Я вот только-только, я войск включил, ребята. Представляете, магия пиздец. Я войск включил, он встал в АФК и ушел. Молодец. Он в сети, кстати. Я просто не тот айдишник кинул, ребят, ошибочек. Как я тебе его достану-то? Я его просто за дэм откинуть или что? Слезь-ка, пожалуй. Ну, вообще-то, по-хорошему, ты же старше него по привилегии, да? Ну да. Ну так это уже не подчинение старшему по привилегии в иерархии. Я не знаю, как у вас с этим дела обстоят, но, возможно, это оно и будет. Так, я обычный хелпер, я вас попросил зайти. Запрещено намеренно игнорировать указы от старшей администрации. Такие дела. С наборкой НВ, если он донатный, он старше будет. Если ты наборка, тогда что? АДМ тогда. Тогда выписываю АДМ. АДМ 1.8. Ну что, по порядку. АДМ 1.8 и 1.10. Ну да, вот так вот, такие дела. Да сколько у него предов там выходит? Два варна выходят. Это уже почти снятие. Кто он там по привилегии? Слушайте, что он не говорит по порядке, то, что когда, типа, Челик оскорбляет госов, там, что-то он пытался как-то покрыть, то, что оскорбление госов, что-то не будет. Да ты тем же самым, блядь, занимался, покрыть, блядь. Неправда, неправда. Ну как, как я там покрывал? Я сидел за райзом, брата. Я слышал, как он говорил. Да, нашел, типа, крайнего, блядь, на кого можно все скинуть. Ты ж такой же, нахуй. Тебе так смешно с этого, охуеть. Ну а че еще? Ну а че еще? Тебе палец покажет, заливаться будешь сутки. Типа, Чел купил разбан, он забанил его по причине. Купил разбан и еще раз забанил его по той же причине, правильно? Кстати, у Райза, ребят, еще у Райза снисходительное отношение к нарушениям 1,7 АДМ. И у него тоже, кстати, 1,7 АДМ. За что? Ну ты хуй забил на то, что Чел мента оскорбляет. Хотя это нарушение НРП. Так, как мне Райз сказал, который выше меня звания, там, ну, не будет. Он покрывал это полностью. А, ну ты прислушался к покрыванию. И ты сейчас об этом не стесняешься говоришь, красава. Ты что, думаешь, это тебе в пользу пойдет? Ну, это уже нужно, да, уже нужно, ну, а не ко мне. Нет, ты жалобу проводил, просто услышал. Ты уже собирался мне наказание выдать, там, за неадекват, блядь. Бел правила одного микрофона. Но делал это так, чтобы только у меня были предупреждения. Ты вообще охуевший. А что вы вообще стоите здесь, слушаете, давайте, работайте. Слушай, а было такое, что ты мне постоянно про неадекват там говорил, то, что ты мне выдашь неадекват и так далее? Да. О, еще плюс одно. АДМ-1.9. Погоди, Дарксайд Рис, это же Казахстан, правильно? Не знаю, наверное. Не, не знаю. У него просто уже два варна висит. За что? А, это вам притие, ребят, я не скажу точно. Это у Казахстана, типа, снятие? Ну, по идее, да. Хорошо. Он даже не берет трубку от меня. Пиздец. Я просто в ахуе. Всего-то надо было 500 рублей, блядь, вернуть. Ёбаный врод. 500 рублей пропали, и все. Так. Вот у него 1.7, 1.9, он признался при мне только что, что он угрожал наказанием, это первое. И то, что он на похуй жалобу это разобрал. Он просто прислушивался к тому, как покрывает, как он говорит, этот Казахстан. Пиздец. Тебе не было такое? Экстрим, можно объясню? У Казахстана я попросил помочь мне разобрать жалобу. Он мне начал объяснять и помогать разбирать. Я ему просто не хотел переичнить, и вот он сказал, что, типа, нарушение. Но я и так ему и ответил. Наборный админ. И про то, что... Казахстан не был порнадмин. Подож... Не наборный. Я просто попросил. Тостящие наебали, блядь. Как я могу что-то делать, если жалоба закрыта? Ну, и все. Я ухожу. А как ты тогда мог сделать правило одного микрофона, и получилось так, что преды, когда все поперек говорили, получил только я один. Еще такой вопрос. Ты же... Подожди секундочку. Ты же написал то, чтобы наборка пришла. Почему Казахстан тэпнулся, если он не наборка? Я откуда это знаю? Нужно было его снимать и скопировать, и в Дискорде бить. Я тебе не угрожал эту порезку. Я просто... Я бы тогда выдала, я повторюсь, жалоба закрыта была. Подожди, как ты не угрожал? Ты же мне только что, пока Лила выдавал Казахстану наказание, ты сказал то, что это было. Уже не было? Что произошло? Что-то, что у тебя неадекватно жалобе был? Я нахрен хотел выдать, опять же. Говорю, неадекватно тебя жалоба. Ты же подтвердил, что ты мне угрожал только вот недавно. Минут, может быть, три назад, минут четыре. Я говорю, что у тебя было нарушение неадекватно жалобе. Да, но ты мне одному из всей жалобы настакал неадекватно просто по приколу. Ты ввел правила одного микрофона, только, блядь, для меня одного по факту. Чтобы я не сказал, у меня постоянно был пред. Тем более ты толком ничего об этом не сказал, только тогда, когда третий из трех там якобы накопился. Хотя говорили все поперек, и ты, кстати, тоже. Блядь, походу, ты реально пробирочный. У меня других вариантов не находится. Можно демку посмотреть, если ты писал ее. То есть на остальных ты забил, выходит. Далее мы с админом смотрим демку, но я вам это показывать не буду. А почему? А потому что это уже все было в ролике. И если вы что-то забыли, то вы можете просто пересмотреть. Все говорили, кроме... О, все говорили по демке. Только он получал среда. Потом райзи молчал, ставил ФК минут две-три и вышел по итогу. Так, ну этот улетел на два дня. Это тот СТ-куратор. И он снят, получается, с админки своей. Два дня бана, снятие с админки. Демо 181.10. Этот улетел на 10 минут. Я пытался что-то объяснить. Точно не помню, что. И после чего уже началась неразбериха. Ну, у вас же было прям одного микрофона. Вы оба его проигнорировали. Спятовательно, неадекватно. Слышишь? Может, простим друг друга? Ну, как-то ранит меня то, что кто-то, какой-то чел. Да меня это ранило очень сильно, знаешь. Два часика тогда раз обоих. Субтитры сделал DimaTorzok